Лагерь для беженцев рядом с сирийской деревней Айныса. И дети и взрослые изнывают от жары. Все они бежали сюда из Раки из-за боев с исламским государством, запрещенной в России и других странах террористической организацией. Лагерь нормальный, но жара убийственная, невероятно жарко. Нам дают воду и хлеб, помогают нам, но этого мало. С тех пор, как я приехала сюда, ещё ничего не получила. Только хлеб и вода нас кормят раз в день. Впрочем, люди не видят другого выхода, кроме как смириться с обстоятельствами. Идти им больше некуда, в Раку возвращаться нельзя. Мы попытались бы бежать в какое-нибудь безопасное место, но исламисты будут преследовать нас. В начале июня Рака осталась последним крупным городом, который всё ещё контролируется боевиками ИГИЛ. Тогда же сирийская демократическая армия при поддержке американских солдат начала битву за город. Перед этим удалось освободить от исламского государства большую часть провинции Рака. За день до наступления на город ВВС США нанесли тяжёлые авиаудары по позициям исламистов. В настоящее время битва за Раку продолжается. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в городе осталось примерно 50 тысяч мирных жителей. Им не хватает медикаментов. А сотрудники организации врачи без границ заявляют, что больные и раненые в Раке оказались в ловушке.